Оля Крупенкова Оля Крупенкова Со мной Иван Рай и пиратская команда. Меня похитили и затащили на этот корабль. Я не знаю, куда мы плывем. Вань, может быть, ты мне расскажешь? Я думаю, мы плывем в мир кинематографа под названием «Пираты Карибского моря». Совсем скоро, через пару минут уже начинается премьера. Мы очень ждем. Отзывы потрясающие. Поэтому, наверное, мы поплывем скоро с тобой в зрительный зал. Расскажите мне, куда бы вы хотели уплыть на этом корабле? Куда-нибудь подальше отсюда. Вы не будете пиратами? Я думаю, нет, я смелая. Расскройте тайну. Что находится на дне океана, в морских глубинах? Рыбки всякие, осьминоги. Много всяких противных морских существ. Ну еще золото, конечно. Как же без него? Какова цель жизни пирата? Вот что вы хотите в жизни больше всего? Отрываться от места. Ваше ожидание по поводу фильма? Как вы думаете, как оно? Будет офигенно. Пока наступило затишье, мы решили поговорить с самым главным и опасным пиратом. Страшно подходить к вам на самом деле. У вас бандитский вид сегодня. Пиратский вид у меня сегодня. Расскажи сегодня твои ожидания от фильма. Слушай, ну я как бы не фанат тех вещей, что, знаешь, фильмы снимают, снимают без остановки. Пятая часть стопудово нас не разочарует, потому что, ну, режиссеры те же, актеры те же. Мы все знаем, что будет классно, круто. И я рассчитываю получить прям удовольствие. Всем хорошее настроение, удачи. С вами был Александр Сериков. До новых встреч. И бутылка Рома. Александр, сегодня у нас, наконец-то, пятая часть пиратов. Вы смотрели предыдущие, честно. Я смотрел абсолютно все части. Это моя долгожданная часть. Я вот, честно, меня просто распирает от волнения, потому что я только что Бабарыкин исполнил тот самый легендарный хит из этой, я не знаю, просто саги. И, честно, у меня вот мурашки небольшие пошли по коже, поэтому я уже в предвкушении, что будет твориться. Я знаю, что в Минске не достать было билетов на премьеру этого фильма. Ваше ждание насчет этой части? Есть какие-нибудь идеи? Что будет происходить? Можно спойлернуть нам немножко? Если честно, я видел трейлер этого фильма, поэтому, так как я киноман такой заядлый, я уже в голове представляю картину. Но не хочу рассказывать, потому что пускай для меня это будет сюрпризом для всех, потому что, ну, хочется какой-то тайны. Ну, хоть сегодня, кайфанем, кайфанем. Я надеюсь, я надеюсь, я в это верю. Ваш любимый актер или актриса из фильма? Ну, заметьте, что Джонни Депп из первой серии был второстепенным персонажем, но он настолько перетянул на себя внимание, что он стал главной ролью, причем ключевой. Без него весь фильм развалится. Вот, ну, к этому нужно сливиться вообще в жизни, потому что ты был настолько важным человеком, что без тебя бы ничего бы не получилось. Мы желаем всем быть маленькими Джонни Деппами и затмевать вокруг всех остальных. Расскажите, ваше ожидание от фильма? Ну, я надеюсь, что все будет очень круто, потому что Капитан Джек Воробей самый лучший. Надеюсь, он нам это докажет еще раз. В пятый раз. Как вам предыдущая часть? Вы все смотрели? Да, все, абсолютно все. Многие говорят, что четвертая часть не очень, но мне очень понравилось. Кто ваш любимый персонаж? Я, конечно, догадываюсь, но все-таки... Вот он мой хороший. В смысле он, не они. Да. Пятая часть. Расскажите, честно, сколько ты посмотрела из предыдущих четырех? Если честно, буквально вчера я виделась со своими друзьями, обсуждала то, что я сегодня буду присутствовать на этом мероприятии. Я смотрела абсолютно все, и вот именно поэтому сегодня здесь, чтобы вкусить новый сюжет и почувствовать, каково это снова окунуться в приключения пиратов Карибского моря. Кто у тебя любимый персонаж? У меня нет любимого персонажа. Джонни Депп, красавчик. Джонни Депп, само собой. Я думаю, просто все сказали Джонни Депп. Тысяча чертей. Берта, я рада тебя сегодня видеть. Я тоже. Привет. Гру ты, В, любимый. Куда ж без нас. Сегодня пятая часть фильма. Вот твои ожидания от этого. Сколько удалось тебе посмотреть частей из предыдущих? Слушай, ну я точно какой-то смотрела. Точно. Там был Джонни Депп. Там был Джонни Депп. Это как бы, да, точно. Первый и, наверное, второй. Что там дальше, как события развивались, я упустила нить. Почему ты в кепке? Где твоя пиратская шапка? У меня кепка с черепами. А мне не видно с высоты моего роста. Череп в стиле пиратов в Карибском море. Обожаю все серии, поэтому я надеюсь, что режиссеры не оплошали и выдержат вот такую серьезную марку серьезного фильма. Скажи мне честно, кто твой любимый персонаж? Кира Найтли уже давно не снимается в этом фильме, поэтому... Ну, Джонни Депп, само собой, это... Это классика, это уже даже легенда, и просто, наверное, весь фильм это и есть он. Пираты веками отравляли морские просторы. И я поклялся истребить их всех. Но однажды встретился мне юнец. Джек Воробей. Идем за ним! Он отнял у меня все. Оставив только... Ярость. Они ищут жемчужину, девушку и воробья. Знавал я одного испанца, звали его как-то по-испански. Он найдет тебя, Джек. Где твой корабль? Команда! Штаны! Джек! Ай, прости, ты еще не закончил? Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки. Из нас троих им нужен Джек, так что я вплавь доберусь. Карина, одумайтесь. Нет, 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 пусть продолжает. Это зашло слишком далеко. Не слушай его! Я видел ее щиколотки. Увидел бы куда больше, если бы не трещал, как баклана. Вот и состоялась долгожданная премьера пятой части Пиратов Карибского моря. Мы поздравляем всех, кто сегодня посмотрел и насладился отличным фильмом. Лично мне очень понравилось. А вам? Я в восторге. Я в восторге, эмоции переполняют меня. Я думаю, что Олега тоже, поэтому он сейчас скажет пару слов об этом. Я вам, как вот уже раньше говорил, очень нравятся все фильмы Пираты в Карибском море, но не хватало, не хватало вот этого звездного состава. И вот этот грандиозный камбэк, новый корабль, съемочная группа. В общем, старые добрые пираты снова с нами. И я жду, когда будет продолжение, потому что заинтриговали и многообещающие продолжения должно быть. Не знаю, мне потрясающе вообще, очень понравилось на одном дыхании, с учетом того, что я в последнее время как-то, ну вообще не сижу на месте, а тут прям выяснили дела. Я обожаю смех кинотеатра, когда он такой единовременный. Я обожаю реакцию публики единовременную. То есть, не знаю, мне было круто. Также хотим сказать огромное спасибо организаторам кинопоказа Дворца Республики. И сказать, что самое главное — это брать от жизни все, ведь, как говорил Джек Урабей, бери все и не отдавай ничего. Ну а с вами были новости на телеканале Рутовой Беларусь и я, Оля Крупенкова. Всем пока. Полный вперед и никогда назад. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова